МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новый день на канале СТВ. Начинают корреспонденты службы новостей. В студии Олег Степанюк. Доброе утро. Борьба с терроризмом и проявлениями различного рода насилия. Главные темы Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств-участников СНГ. 40-е заседание международной организации сегодня состоится в Минске. Наряду с вопросами экстремизма представители Содружества планируют также уделить внимание научно-техническому сотрудничеству, информационной безопасности, взаимопомощи в сфере предварительного следствия и обеспечению безопасности международного транспортного сообщения. Накануне вечером в Ватикане открылась выставка белорусской иконописи. Свыше 30 уникальных работ 17-21 веков публики представили впервые. Примечательно, что икона наших мастеров находится в непосредственной близости от знаменитой Сикстинской капеллы с росписями Микеланджело. Познакомиться с произведениями искусства и прикоснуться к белорусской сакральной культуре за время экспозиции смогут тысячи туристов со всего мира, которые ежедневно посещают Ватикан. В ближайшие дни экспозицию белорусской иконописи в Ватикане посетит Александр Лукашенко. Уже завтра начнется визит белорусского лидера в Италию и Ватикан. Как ожидается, президент Беларуси пройдет переговоры со своим итальянским коллегой Серджио Мотореллой, а также встретится с папой римским Франциском. На Шри-Ланке уже три дня не прекращаются проливные дожди. Из-за непогоды покинуть свои дома были вынуждены 200 тысяч человек. Без вести пропавшими до сих пор считаются 150. Надежды на их спасение практически нет. Из-за сильных наводнений в регионе сотни жителей так и не успели эвакуироваться. Их сейчас пытаются вывезти на большую землю спасатели, на вооружение которых только лодки и немногочисленные вертолеты. Ожесточенные столкновения манифестантов с полицией не прекращаются и на улицах Парижа. Конфликт из-за реформы трудового законодательства стремительно перерастает в настоящую революцию. Власть обвиняет бунтовщиков в том, что не применяют в отношении полиции самые жестокие и бесчеловечные методы. Доходит даже до поджога автомобилей. В Сен-Назере приходится закрывать морские порты и отменять авиарейсы. Учитывая жесточенную борьбу, развернувшуюся в некоторых городах Франции, соратники президента по партии в парламенте отказываются голосовать за законы, ставшие камнем преткновения. Однако глава государства Алланты и премьер-министр Вальс нашли лазейку, которая позволяет провести реформу даже вопреки воле национального собрания. Выдвижение делегатов на 5-е Всебелорусское народное собрание продолжается во всех регионах Беларуси. К этому времени с именами определились в Гомеле. Крупнейший областной центр страны на республиканском форуме представят 90 делегатов. Гомельские врачи, маляры, ректоры университетов и руководители промышленных гигантов 22 июня вместе с коллегами из других областей будут принимать план жизни страны на ближайшие 5 лет. Немало уже сделано и так медициней, но хотелось бы, конечно, чтобы материально-техническая база улучшена была и в первичном звене. Это поликлиники. Всегда говорят, что в поликлиниках большие очереди. Хотелось бы от них избавиться. Жаркие обсуждения, кто же в этом году получит заветную статуютку телевершины, продолжаются. Выбрать лучших предстоит в 25 номинациях. Имена победителей станут известны 19 мая. Кому достанется гран-при и 6 спецпризов белорусского «Оскара» в сфере телеиндустрии пока остается загадкой. Прошлый год был у нас особенный. И контент практически всех телевизионных каналов был смещен в сторону общественно-политического вещания. Отсюда и представлены работы. Уровень, который продемонстрировали наши телевизионщики именно в этой сфере вещания, он достаточно высокий. Беларусь выбирает лучшего телевизионного ведущего страны. Голосование проходит на сайте СТВ. Результаты будут озвучены на национальном конкурсе «Телевершина». Всего в списке на победу самой народной номинации 22 претендента. Отдайте вы свой голос за любимого телеведущего. Своё мнение может выразить каждый на сайте нашего телеканала до полудня четверга 19 мая. Заходите и поддерживайте своих фаворитов. Торжественная церемония награждения победителей «Телевершины» состоится 20 мая во Дворце Республики. За организацию шоу в этом году отвечает СТВ. Телеверсию смотрите на нашем телеканале в субботу 21 мая. На этом выпуск завершён. Репортажи эфирного видео всех программ в любое время доступны на YouTube-канале СТВ. Заходите также на наш сайт ctv.by. Звоните и делитесь своими новостями по телефонам горячей линии 290-66-00 или 1-600-700. До встречи в половине восьмого утра.